Добрый день, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. И наша недельная глава называется «Ваешев». И в этой главе в полный рост обсуждается сложное взаимоотношение между старшими братьями и младшим братом Юсефом. И, конечно, Юсеф был не подарком, он не очень приятный молодой человек, подросток, и пользовался особой привилегиями отца. И именно отец его отправляет проследить за тем, как братья пасут, так сказать, угодья, заботятся о угодьях семьи. И в этот момент наступает кульминационный момент в этих взаимоотношениях, взаимоотношениях между Юсефом и братьями. Братья решили взять инициативу в свои руки, решили, ну, хватит уже, этот молодой человек немножко достал, нужно с ним окончательно разобраться. И Рувен говорит, ребят, не надо проливать все-таки он наш брат, не надо проливать братскую кровь, не надо брать такой грех на душу, давайте посадим его в придер, посадим его в яму и разберемся дальше, что с ним делаем. Юсеф приходит, его кидает в эту яму, в этот бор, колодец. Рувен уходит по своим делам, братья решают, ну, действительно, зачем нам его убивать, зачем брать такой грех на душу, давайте его продадим пару копеек, заработаем. И они продают его за копейки в рабство, и тут начинается разокручиваться цепочка. Юсеф попадает в Египет, в Египте его по ложному обвинению сажают в тюрьму, он попадает в конце чудесным образом к фараону, фараон его делает управляющим Египтом, он приглашает всю свою семью приехать в Египет. И, дамы и господа, в конце концов, так мы попадаем в египетское рабство. Египетское рабство, которое стало прототипом всех изгнаний, которые переживал и переживает наш народ на протяжении всей нашей сложной истории. И в конце концов, только пятая часть народа выходит из этого рабства. Огромное количество евреев погибает в Египте, в муках, в страданиях, на каторге. И на самом деле, а где в это время был Рувен? Вернемся к моменту продажи Юсефа. Рувен ушел, братья остались наедине с Юсефом. Одно из объяснений говорит, что Рувен отправился молиться, заниматься покаянием, раскаянием, потому что он был очень расстроен, и было за что тем грехом, который он совершил, он написывается в прошлой недельной главе, очень сильно неуважение к отцу, и все остальное время посвящал посту, молитве, самобичеванию, самосозиданию духовному и так далее. И в тот момент, когда он оставляет братьев без присмотра, а сам идет молиться, в этот момент братья и продают Юсефа. Может быть, конечно, история не знает со слагательных наклонений, но может быть, если бы Рувен не ушел, а остался там и не пошел бы молиться, то, может быть, всего этого Египта и не было бы. Именно поэтому Любая Ишескирова, как говорит об этом моменте, он прямо бьет кулаком по столу и говорит, никто не имеет права идти молиться и учить Тору, пока еврейский ребенок сидит в яме, сидит в колодце. И это, дамы и господа, был непростой колодец, а в нем сказано в нашей главе, я сразу процитирую, написано что взяли они Юсефа, братья взяли Юсефа, кинули его в колодец, и этот колодец пуст, и в нем нет воды. Немножко тавтология, если он пуст, значит, в нем нет воды. Естественно, на это обращаю внимание наши мудрецы и комментируют это следующим образом. Я прошу своего позволения, я сразу прочту комментарий Раши. Раши говорит, что нас учит из этих слов, что нет воды в колодце Талмуд. Ма им эйнбо, воды в нем нет. А вальнахашин ва окровим ешбо. Но змеи и скорпионы в нем есть, говорит Гимура Шабас. Змеи и скорпионы на более глобальном уровне олицетворяют собой все негативное влияние, под которое попадает ребенок, попадая в эту яму, в этот колодец. Дамы и господа, мы сегодня кидаем наших детей в эти колодцы направо и налево. Дамы и господа, сегодня огромное количество наших братьев сидят в этом колодце и с легкостью поддаются этому негативному влиянию. Мы экономим на их образовании, мы экономим на их воспитании, мы хотим, чтобы они там умели зарабатывать деньги. Но простую защиту от внешнего мира, который должен получать еврейский ребенок, изучая еврейскую традицию, мы им не даем. И многие из нас, которые уже думают, что сегодня мы уже вылезли из этой ямы, или, по крайней мере, я вылез из этой ямы, и я теперь могу сидеть, спокойно учить Тору и молиться, и именно об этом и говорит любаящий скиреба. Никто не имеет права сидеть и протирать штаны в Яшиве, и молиться с утра до ночи по самой не хочу, пока еврейский ребенок сидит в яме со змеями и скорпионами. Именно эта яма и привела к тому, что мы попали в Египет. Именно то, что тот, кто должен был, старший брат за этим следит, следит за этим ребенком, сам пошел молиться в это время. Именно это и привело к тому, что мы попали в Египет. И, дамы и господа, чтобы мы больше не попали в Египет во всех его реинкарнациях, от Вавилона до Испании, от Греции до Германии, от Советского Союза до Соединенных Штатов Америки, в конце концов, для этого мы должны знать, мы не имеем права уходить, молиться, заниматься своим духовным ростом, пока еврейский ребенок, любой еврей сидит в такой яме. Поэтому, дамы, господа, тащите своих товарищей, чтобы их не покусали змеи и скорпионы. Всего хорошего. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok